Вот азербайджанская пропаганда в последнее время и каждый год не скупится на слова и говорит, я не знаю, о каких-то зверствах армян и тому подобное. И каждый год они роскошно отмечают геноцид Ходжалы. Вы сами как участник тех событий, так сказать, как очевидец. Что скажете об этом? Я вам скажу следующее, что Монте Мелканян, мой боевой добрый товарищ, он в 92 году ни в Ходжалы, ни в Ходжалы, он не мог решать вопросы и даже должности никакой не занимал. И вот его брат Маркар Мелканян книгу написал, книгу, в Америке. И наши армяне ему, наверное, помогли, что после яростной атаки отряд арабов вошел в Карадаглы, начали ножами закалывать людей, Ходжалы резали, кожу живем, сдирали. Брат, ты тогда это пишешь. Кто писатель, армянин или азербайджанец? Это брат Монте Мелканяна, Маркар Мелканян. Турки и азербайджанцы напали на нас на страницах всех своих сайтов, что отряд арабо-головорезы. И в особенности ваше имя обсуждали. Да, говорят об арабо, арабо, откройте азербайджанские сайты, прочитайте. Что-то ужасное просто. И сейчас я спрашиваю этого человека, брат, ты почему такие вещи пишешь? Если ты хотел возвеличить своего брата Монте, я бы мог гораздо лучше это сделать. Я был его другом. Но это не значит, что ты можешь говорить о людях то, чего не было на самом деле. В Карадаглы самой молодой женщине было 75 лет. О каких женщинах, о каких детях он пишет? Там не было их. Пишет позорные вещи о нас. А почему так? Потому что нет никакого контроля. Посмотрите, сколько азербайджанцы тратят на пропаганду, а наши не тратят. Фактически, что мы услышали сейчас, это говорит Манвел Ягиязарян, главарь вот этого бандформирования, арабо, который зверствовал в 92-м году в Карадаглы, в Ходжалы. И он таким образом делает такой выпад против Маркара Мелканяна, брата Монте Мелканяна, боевым товарищем которого он являлся, по его словам, за книгу, которую написал и опубликовал в Америке этот Маркар Мелканян, это биография Монте Мелканяна. Книга называется «Путь моего брата». В описании к этому ролику вы сможете скачать эту книгу на английском языке, и вы сможете скачать ее вариант, то есть перевод ее с английского оригинала на армянский язык, который уже вышел позже в Ереване. Вы можете самостоятельно сравнить эти два текста, то есть оригинал английский, то, что написал автор в Америке, и армянский вариант этой книги, различия в них, искажения текста оригинала, обратите внимание на это. И автор даже упрекает армян, которые даже помогали Маркару Мелканяну написать эту книгу. И он не согласен с тем, что отряд арабов вошел в Карадаглы, резал ножами людей, сживали кожу заживо, сдирали с людей. Он упрекает его. Этот не может понять ведущий, что это армянин или азербайджанец. То есть армянин не может такое сказать. И к удивлению ведущего, это брат Монте Мелканяна, Маркар Мелканяна, армянин, да. И вот турки и азербайджанцы используют эту информацию об отряде арабо и называют их головорезами и так далее. В итоге он приходит к тому, что никакого контроля нет над тем, что пишется. Действительно контроль имел место, когда сделали перевод этой книги на армянский язык для армяноязычных читателей в Ереване, да. И очень многие места были искажены, очень многие места были упущены, опущены, да. То есть, поэтому мы сейчас посмотрим с вами, друзья, эти тексты и прочитаем их. И вы сможете скачать этот материал, опять еще раз говорю, в описании к этому ролику. Давайте вместе читать. Значит, здесь перевод английского текста и армянского текста, да, вместе. То, что вошло в армянский текст, вы видите, выделенным желтым цветом. И чего нет в армянском тексте, но есть в английском тексте, просто убрано, значит, с армянского текста, подчеркнуто синим цветом. Обратите на это внимание. Давайте читать. В середине февраля Монте и его патриотический отряд расположились биваком в Мехдишене, деревне к северу от Степанакерта, находящемся на достаточном расстоянии от райцентра Мартуни, чтобы собрать побольше разведданных на сей раз для запланированного нападения на соседний Ходжалы. Ходжалы с населением в 6 тысяч человек был вторым по величине Азербайджана населенным городом в Нагорном Карабахе после ее цитадели Шуши. «Азербайджанцы в Ходжалы контролировали единственную взлетно-посадочную полосу Нагорного Карабаха, и их стрелки отрезали две главные дороги, проходящие через область, один на восток, другой на север». Вот здесь обрывается текст в армянском варианте книги. Вот это вот, то, что выделено синим цветом, оно есть в оригинале, но его нет в армянском переводе. Вот посмотрите, что они вырезали. Тем не менее, вооруженное присутствие в Ходжалы по большей части носило оборонительный характер. Оно состояло из приблизительно 40 бойцов ОМОН плюс группы самообороны в количестве между 60 и 200 мужчинами, главным образом неопытными призывниками. То есть идет версия о том, что это было важно, это было стратегически необходимо захватить этот город и так поступить с его жителями, поэтому это делалось. Здесь же автор утверждает, что вот это сопротивление, присутствие в Ходжалы носило оборонительный, не наступательный, оборонительный характер. Это вырезано с текста, потому что не вписывается в армянскую версию. 16 февраля наступательная операция Монте прервалась, так как он получил срочный вызов от начальников Степанакерти. Он оставил свой бинокль, помчался в штаб вооруженных сил, расположенный на прежнем вокзале, на бульваре борцов за свободу в Степанакерти. Пока он слушал шепелявого Артура Макарчана, очкастого президента Нагорного Карабаха, тот объяснял, что отряды Арабо и Арамо атаковали деревню Карадаглы по собственной инициативе и без разрешения, и что азербайджанцы-защитники села отразили нападение, убив во время перестрелки одного из атакующих. Макарчан знал, что Монте имел разведданные по Карадаглы и попросил, чтобы он закончил операцию, которую сорвали отряды изменников. Обратите внимание, слово на английском языке, которое используется, ренегатс, изменников. В армянском переводе стоит слово ангнозант, непокорных, то есть смягчили авторский текст, исказили его. Потому что автор армянин не может назвать вот этих вот головорезов, да, изменниками. Казалось, что бой за Карадаглы, первый бой, который Монте командовал в официальной должности, прошел успешно. Однако вскоре все изменилось. Боевики Арабо и Арамо, столкнув канаву на окраине деревни 38 пленных, среди которых были и мирные жители, включая женщин, «Один из пленных вытащил гранату, спрятанную в забинтованной руке, и бросил ее под ноги своему охраннику Ливону из патриотического отряда. При взрыве тому оторвала часть ноги». Обратите внимание, столкнули в канаву вот этот отряд, да, Арабо и Арамо, на окраине деревни 38 пленных, да, Карадаглы, среди которых были мирные жители, включая женщин, вот это включая женщин, исключили из армянского текста. Обратите внимание, вы можете сравнить два текста. Оригиналы все будет в описании к ролику. Солдаты Арамо и Арабо, страстно желавшие отомстить за смерть своего товарища, погибшего еще вчера, начали стрелять в пленных и добивать их ножами, всех без исключения. Шрам Эдо, один из пятерых ребят патриотического отряда из Аштаракас, облил нескольких раненых солдат бензином и бросил подожженную спичку. К моменту, когда Монте подошел к канаве, там была только груда останков. Обратите внимание, вот этот абзац. То, что выделено желтым, присутствует в армянском тексте. То, что выделено синим, исключено из армянского текста. Армянский читатель не должен, не может знать об этих зверствах, понимаете? Потому что это герои, герои Арцаха. Вот герои Арцаха, Арабо и Арамо. Что делают? Обливают бензином, сжигают, которые желают отомстить. Здесь указано, что добивают ножами. И здесь исключено всех без исключения. То есть удалили это, исключили этот текст. Всех без исключения. Монте подошел к груду останков. Этого нет в армянском тексте. Монте издал строгий приказ о том, что пленникам нельзя наносить вред. Вены на его шее вздулись, как плетеная веревка. Он кричал до хрипоты. Вот здесь останавливается армянский текст. Дальше уже не идет то, что есть в оригинале. Но капитан Арабо в черном тюрбане и плечом не повел, а отвернувшись от Монте, как от назойливой мухи, возобновил погрузку добычи. Вместо этого в армянском переводе написано следующее. Но было уже поздно. На этом предложение заканчивается. Цель – обелить лидера отряда Арабо Манвела Егиязаряна. Армянский читатель не получает доступ ко всей информации. Причем автор армянин, брат, родной брат Монте Мелканяна. Это не азербайджанские источники. Человек, армянин, участник этих событий, непосредственно, видимо, опрашивавший или берущий интервью у Монте Мелканяна или знающий эту информацию из первых рук. Отряды Арабо и Арамо ушли со всем оружием, захваченным тот день, с 78 винтовками и 1000 патронами, а также очистили деревенский склад, унеся тонны мешков с пшеницы на продажу. Говорится о грабеже. Но дальше отсутствует в армянском тексте. После мародерства они спалили деревню. То есть это называется мародерством в оригинале. Нету этого в переводе. В общей сложности 53 азербайджанца были убиты в Карадаглы, и вокруг него в течение двух дней нету этого текста в переводе в армянском. В то время как со стороны армян было трое убитых, включая 60-летнего сельского жителя, в Хагорти, сраженного шальной пулей. Как только распространились новости о том, что в Карадаглы была проведена чистка, несколько делегатов прибыли в деревню Красный Базар, 15 километров к югу. Двумя годами ранее местные азербайджанцы в ОМОНовской униформе остановили четырех армян из Красного Базара, включая женщину, и сожгли их заживо в их же машине. Сейчас же их односельчане вежливо попросили выдать им четырех заключенных в плен азербайджанцев для Матах, кровавой жертвы. В конце концов было написано «Око за око». Монте бросил на негрозный взгляд, и они ушли ни с чем. Вот здесь обрывается текст, дальше этого текста нет. Более 50 азербайджанских пленников были убиты в Карадаглы. Но это не было резней, повредившей репутацию Монте среди жителей Нагорного Карабаха. Напротив, месть простиралась глубоко в горы, и самые громкие голоса с обеих сторон требовали крови за кровь. Отсутствует. Репутация Монте, скорее всего, повредил тот факт, что резня в Карадаглы произошла вопреки его приказам. Качала Сергея, которого эвакуировали в госпиталь с простреленной спиной, меньше всего волновали азербайджанские жертвы. Его приводило в бешенство то, что Монте смог помешать Арабо Манвелу, вот это вот, вы видите, синим выделено, нету этого в переводе в армянском. То есть, Манвелла обеляет переводчик, да, или издатель этой книги в Армении, в Ереване. Монте не смог помешать Арабо Манвелу, вот этот самый Манвел Егазарян, уволочь долю трофейных боеприпасов, причитавшихся патриотическому отряду. То есть, грабили, грабили вот эти таланчи, да. Карадаглы только подтвердил то, что знал Качал, и уже казалось каждый. Аво, новый руководитель штаба, был слабаком, речь о Монте-Мелконяне, его звали Аво. Местные жители Мартуни лгали ему, и обман ослеплял его. Позже Монте уже сам признал, когда после Карадаглы один из боевиков спросил его, почему тот взял 0-0 как радиопозывной, он ответил, я меньше, чем 0. Монте осознавал, что даже если он когда-нибудь и получит власть Мартуни, он получил бы ее не в соответствии с указом из Степанакерта, а на поле битвы. 22 февраля он провел успешную молниеносную атаку на азербайджанские позиции на стратегической высоте Весолы. Но всего через несколько дней после победы при Весолы он столкнулся еще более наглым неподчинением, чем в Карадаглы. Вот это неподчинение исключено из текста. 26 февраля он стоял на склоне горы у Ходжалы, у того самого места, где он три недели назад провел свою первую разведывательную операцию и рассматривал полосы следов крови на жухлой траве и снегу. Здесь уже 26 февраля Ходжалинская трагедия. Вот обратите внимание, здесь прорывается текст оригинала, то есть текст автора. Дальше вот этого, то что выделено синим, нету в армянском варианте книги. Как только он прибыл в Ходжалы, узнав о происшедшем там бое, он стал собирать по крупицам картину массовой резни, бушевавшей здесь, может быть, еще несколько часов назад до его прибытия. Около 11 часов ночи приблизительно 2000 армянских боевиков подобрались под густой прошлогодней траве вплотную к Ходжалы с трех сторон и стали гнать жителей в оставленном свободном направлении на восток. К утру 26 февраля беженцы достигли восточного пика Нагорного Карабаха и начали спускаться по склону в поиск спасения в Азербайджанском Агдаме, находящемся в шестимилях. Там среди холмиков и уже в пределах видимой безопасности солдаты Нагорного Карабаха, их настигали, видите, не азербайджанцы, как говорят армяне, переводя какую-то версию, а солдаты Нагорного Карабаха, армяне. Они только стреляли, стреляли и стреляли, рассказывал беженка Раиса Асланова, свидетельствуя представителям Human Rights Watch, проводящим расследование. Боевики Арабо затем вытащили ножи из ножен и начали наносить ими удары. Убрали это, нету этого в армянском тексте книги. Далее смотрим, что они удалили из текста. Теперь только ветер свистел в сухой траве, ветер, который начался недавно, еще не успел унести запах трупов. Монте прибыл в Мартуни всего 22 дня назад, но уже походил по двум полям смерти, политым кровью пленных и безоружных мирных крестьян. Если дело касало взрослых мужчин, обе стороны и раньше редко делали различия между боевиками и мирными жителями. Однако до Ходжалы армянские боевики щадили женщин и детей, либо отпуская их, либо беря в заложники для обмена на военнопленных. В этом отношении они были лучше своих врагов. Однако Ходжалы дал им возможность резко сократить разницу. Монте шел с хрустом, ступая по валежнику, на котором женщины и девочки были разбросаны как куклы. Никакой дисциплины, бормотал он. Он знал важность этой даты. Это была четвертая годовщина антиармянского погрома в городе Сумгаид. Ходжалы был стратегической целью, но он также был актом возмездия. Монте знал, что вражеские бойцы примут ответные меры и был достаточно уверен, когда в следующем месяце азербайджанские силы наводнили армянскую деревню Марага, убивая и сжигая армянских пленников. Вот этот текст весь, который вы видите, выделен синим. Его нет в армянском переводе. В оригинале он есть, в английском оригинале. Вы можете сравнить, еще раз повторю. Обратите на это внимание. Ходжалы нет там. Армяне не должны, армяне не могут знать о Ходжалы. Ясно понимая, насколько высоки ставки в Нагорном Карабахе, Монте вслед за всеми политическими реалистами принял позицию, цель оправдывая средства. Это восток против запада. Да, арабо и арамо кровожадны, но вместе с тем они отважные бойцы. Как раз в то время, когда так сильна потребность в отважных бойцах. И снова текст прерывается. Не переводится автор, значит, переводчиком, да, книги. Однако Монте был потрясен тем, что после Ходжалы они не желали отказаться от мести даже ради армянских заложников, находящихся у азербайджанской стороны. В конечном итоге Монте убедил бы своих начальников Степанакерти вывести отряды арабо и арамо из Мартуни. Но он так и не смог добиться того, чтобы расформировать эти жестокие отряды или вывести их целиком из Нагорного Карабаха, прежде чем они начнут убивать снова. Отсутствует этот текст. Неповиновение только усилилось после Ходжалы. Та же самая распущенность, которую боевики арабо и арамо продемонстрировали в Карадаглы, распространялась как вирус среди местных боевиков. В Мартуни резервисты не утруждали себя появлением в траншеях. Уменьшались группы по ремонту дорог, а автоцистерны, заполненные дизелем, исчезали на черном рынке. Даже самый приближенный к Монте персонал штаба лгал ему и игнорировал его приказы. Обратите внимание, да, вот эта разнузданность, распущенность боевиков арабо и арамо, которые они демонстрировали, распространилась как вирус на местных боевиков, то есть карабахских армян. О чем это говорит? Что состав этих команд, этих боевиков, этих отрядов, о которых идет речь, которыми руководил Манвел Ягазарян, сам житель Армении, они были армянами из Армении, то есть аэстанскими армянами. Сейчас очень популярно обвинять карабахский клан, карабахских армян, да, в том, что они это делали, они начали, будто бы, значит, ну, армяне, Армении ни при чем. Но вы видите здесь, в черном по белому написано, да, что начали, действовали, зверствовали армяне, Армении. Это армяне, Армении стояли на площади и кричали «Мяцум!». Это они собирали вот эти добровольческие отряды, убивали азербайджанцев, учили убивать местных, да, людей, убивать своих соседей, с кем они дружили раньше, и жили нормально. Кто это сделал? Армяне Армении. Это они сделали, ясно написано. И это было как вирус для местных боевиков. Если бы не поддержка Армении, не участие Армении, не комитет Карабах, который заседал в Армении, и это движение, которое началось в Армении, в советской Армении, ничего бы этого не было бы в Карабахе. Поэтому сегодня говорят об этом, я думаю, что нужно об этом сказать, откуда пришла эта беда в Карабах, да, карабахским армянам. Я их не обеляю никаким образом, но надо понять, что армяне Армении и карабахские армяне друг друга стоят в этом смысле. А вот вы видите все, друзья, делайте выводы. Манвел Язарян, посмотрите на него, вот уже после всех этих сражений, он со своим ребенком, я не знаю, кто это, сын, внук, ребенок, дети, посмотрите на него. Что он делает? Дает оружие ребенку в руки. Что он при этом говорит? Чему он учит своего ребенка в Армении? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok